Всем привет! Во время конференции в Вене мне удалось пообщаться с прекрасным специалистом, на кейсах которого я учился, и я записал этот разговор для вас. С нами Илья Мэр. Во-первых, я рад тебя поздравить с твоим докладом здесь. Спасибо. Насколько мне известно, это единственный доклад с просторов пост-СНГ, да? Ну, не знаю, насчет пост-СНГ, насколько я знаю, российских не было. Ни российских, ни украинских. Ну, сначала это положено, теперь давайте, ребята, надо подаваться на самом деле, потому что принимают достаточно охотно, на мой взгляд, если топик интересный, если описание правильное, почему нет? Пару вопросов. Какие ты видишь тенденции сегодня в современной эндодонтии? Ну, я, наверное, все равно про свое, да? То есть, мне кажется, что сейчас очень сильно набирает обороты апикальной хирургии. Люди этому учатся. От неудач все равно к детству никуда невозможно, да? Поэтому, в принципе, апикальная хирургия должна в ближайшие годы расти очень сильно. Другой разговор, не знаю, как в Украине, в России есть проблемы с тем, что терапевты не могут, не имеют делать право делать хирургические манипуляции, а хирурги не так в этом заинтересованы, потому что анатомия корня для них чаще всего загадка. Вот, поэтому это такая специальность, которая попадает между двух специальностей. Если говорить про тенденции развития эндодонтии в целом, наверное, интересно и, опять же, будет более перспективно развиваться выборочное лечение, да? Вот как раз мы сейчас были с тобой на лекции, которая посвящена селективному лечению. Самый хороший пример – это пропущенный второй медиабукальный канал верхнего челюстного маляра, да? Чаще всего как бы не были запломбированы там дистальные щечные и нёмные, воспалительный процесс всё равно на переднем щечном возникает. Тут тоже споры между коллегами, можно ли в этом случае делать хирургию или нет, вот, но вопрос о перелечивании, можно ли лечить только один корень, да, то есть там МВ1 и МВ2 вместе, да, или вообще только МВ2. Достаточно смело, да, достаточно смело, но у меня такие клинические случаи есть, я их потихонечку собираю себе в папочку, вот. И вообще консервативность, в эндодонте и вот эта провозглашённость с минимальным инвазивным доступом ушла, мне кажется, очень многие этим уже переболели, получили иммунитет, ну, по крайней мере, про себя я точно так могу сказать, вот. Но, тем не менее, точность диагностики и вот селективное лечение, мне кажется, это тоже перспектива в эндодонте. А относительно конусности инструментов и размера финального опекального расширения? Ну, я лично к этому пришёл, там, наверное, 5-6 лет назад, остановился на этом, что 35 это минимум для любого корневого канала. Вот вчера была лекция от ЖС Секейра, который сказал, что оптимальный размер для опекальной трети 1-2 миллиметра для нижнечелюстного маляра 45-02, вот, ну, что на самом деле на 100 микрон больше, чем 35, 100 микрон это кончик десятого файла, по большому счёту, да, то есть мы так всегда пугаемся таких размеров, но на самом деле корни действительно таких размеров. Наверное, всё-таки будущее за какими-то новыми интересными инструментами, которые будут позволять не круглым образом обрабатывать не круглые каналы, но пока всё, что есть на рынке, достаточно дорого и не очень убедительно, на мой взгляд, именно в этой последовательности. То есть сначала это дорого, а потом уже не очень убедительно. То есть если это было бы дешевле, можно было бы сразу про это думать, да, вот сейчас, например, появились, в Европе появились американские H&E, а я с ними работал ещё, когда учился в Америке, да, то есть они были дёшевы и потому убедительны, то есть у них там 6 файлов стоило там 20-21 доллар пачка, там они начинали там с цены, по-моему, даже меньше 20-ки, вот, и, соответственно, все люди стали ими работать, ну, вот, то есть был сразу возможность купить и пробовать, да, ну, и, соответственно, из-за этого стало популярным, да, а здесь, поскольку ты изначально тормозишься, как вот, например, сейчас у нас это Gentle Wave, да, ну, окей, вход сколько? 50-60 тысяч долларов, да, ну, интересно, то есть это интересно, наверное, да, но, как бы, 60 тысяч долларов, вход чрезвычайно большой для того, чтобы, мне кажется, попробовать. Ну, сколько тебе кажется перспективной эта методика, технология? Она должна быть недорогой, тогда у неё перспективы есть, мне кажется, что, ну, я сторонник инструментов. Я сторонник 40-04, 45-02, да, ирригация всегда дополняет дезинфекцию, но, опять же, это начинает работать, Сикера тоже вчера об этом прекрасно говорил, что это начинает работать только после расширения, то есть ирригация с физраствором совпадает, там, при расширении 25-30, и только после расширения больше, чем 30, кипохворит натрия показывает какие-то преимущества. Что за последние год-два ты поменял в своём протоколе ортоградного лечения? Стало меньше ортоградного лечения, стало больше опекальной хирургии. По мере того, как наблюдаешь за своими результатами, там, 2-3-4-5 лет, там, сейчас самые дальние наблюдения 6-7 лет, в принципе, понимаешь, что хирургия работает очень хорошо, заживление полноценное и прекрасное, все неудачи проглядываются сразу, то есть, там, в течение, там, 3-6 месяцев ты уже понимаешь или видишь тенденцию на то, что это не заживёт, да, и, соответственно, больше веры в хирургию и больше и больше интересных работ. Это раз. Относительно изменений в ортоградном лечении, наверное, всё-таки пришёл к тому, что опекальная треть всю практически обрабатывают с ручными инструментами. То есть, до, условно, там, 35-го номера можно идти вращающим всем инструментом, или до 25-го, да, и всё, что начинается дальше, больше, там, 40-45-50, это всё ручная инструментация. Или очень часто заканчивается эндонатическое лечение второй конус? Практически всегда. Практически всегда. Опекальная треть практически всегда второй конус. Ты бы посоветовал людям ехать в ПЭМ обучаться? Конечно, конечно. Вчера вот как раз у нас была тусовка, я делал прямой эфир. Тусовка? Ну, в смысле, тусовка. У нас встреча выпускников всегда на всех конференциях, на больших. Люди собираются, общаются, обмениваются мнениями, вспоминают, там, как учились, придумывают какие-то новые совместные проекты. И как раз вчера я попросил директора программы, доктора Корабутчика, сделать с ним прямой эфир, чтобы пригласить людей, рассказать о том, что такая программа существует. Но кроме двухлетней программы, которая подразумевает там три или четыре раза съездить туда-обратно, на самом деле есть просто двухдневный курс, который проводит доктор Ким, в котором есть живая операция, или две живых операции по опекальной хирургии. В принципе, люди, которые владеют хирургическими навыками, двухдневного курса достаточно для того, чтобы начать что-то делать, да, то есть как-то сдвинуться с места. Тут я хотел бы остановиться немножко детальнее на программе университета ПЭН. Их международная программа для тех, кто хочет получить углубленные знания с эндодонтией. Само обучение в университете ПЭН длится три месяца. В конце этого обучения вы не получите права работать в США, вы не получите полноценную специализацию с эндодонтией, какая минимум идет два года. Но вы получите качественное знание с эндодонтией, поскольку вы будете посещать семинары, лекции, будут воркшопы, будут лабораторные занятия. Итак, суммарно три месяца. Месяц учитесь, шесть месяцев перерыв. Месяц учитесь, шесть месяцев перерыв. То есть глобально вся программа будет тоже длиться два года. Вы не получите права приема пациентов в Штатах, но вы будете дома делать кейсы и приезжать, и презентовать их там. И там их будут оценивать. Стоимость программы чисто обучения 26 тысяч долларов, плюс дополнительно будут скрытые платежи, скажем так. Это без жилья, без прочих расходов. Где ты посоветуешь молодым специалистам на сегодня получать знания? Вот ты наверняка ведешь собеседование, да, своя клиника. Насколько важно человек ходит на курсы, а не ходит? Или сегодня можно все получить в интернете, или все можно получить, читая научные какие-то статьи? Слушайте, ну возможности сейчас, вот мы как раз про это говорили с тобой, что возможности сейчас для получения информации реально больше, чем условно там 15-20 лет назад. Я помню, мы когда в 2006 году задумались с Димой Коневым купить операционный микроскоп, ну то есть реально в Москве там было несколько клиник, в которых были микроскопы, и просто информация по крохам собиралась. Я помню, я писал Глену Банасу, читал, значит, насквозь пролистывал этот Дентал Таун, оттуда чего-то выискивал, да, ну то есть сейчас информации много, то есть много курсов и литература, которая переводится на русский, и в принципе сейчас молодежь, мне кажется, не затрудняется читать по-английски, вот поэтому, ну всегда способ есть, простой и дешевый, да, это садиться и читать. Вот, и чем больше ты читаешь, тем больше ты знаешь, это самый классный способ, но почему-то стоматологи чаще всего этим способом пренепрягают, да, то есть... Он сложнее, чем остальные. Он сложнее, он сложнее, но интереснее, да, но при этом если ты идешь там на двухдневный курс или вот как всегда приезжаешь там на конгресс на три дня и собираешь много-много информации по кусочкам, потом приезжаешь и осмысливаешь, опять же, фотографируешь какие-то ссылки, открываешь, потом, вот я сейчас, например, был, я не видел эту публикацию 19-го года по поводу эффективности ультразвука, ну были тоже вместе на этой лекции, да, то есть вот я сейчас открыл Пабмед, действительно, то есть оказывается, была публикация, в которой там 144 инвитро исследований, да, и только три клинических исследования, они говорят, ребят, ну у нас вообще нет доказательств того, что ультразвук это реально рабочий инструмент, да, ну, то есть доказательство... Который мы считали золотым стандартом. Да, ну, который мы считали золотым стандартом, да. Ну и вообще, все, кто верит в ирегацию, на мой взгляд, они немножко уходят чуть-чуть в сторону, то есть вот посмотрим, что из этого получится, из джентл вейва, вот. Время покажет. Время покажет, да. Спасибо большое, я хочу тебе еще раз сказать спасибо от всех эндодонтистов моего плюс-минус поколения, потому что если вы в 2006 по крупинкам собирали, то я, там, и Вася Карачук, и Игорь Найенко, и многие другие, там, в 2009, 2010, 2011, 2008, ну, кто-то раньше, кто-то позже, уже нам было немного легче, благодаря тому, что ты тоже делился этой информацией. Стамат был всегда, да, был стамат. Поэтому за это спасибо, потому что... Дмитрию Борисовичу Коньеву спасибо, во-первых, низкий поклон, он это все создал, да. Ну и это реально была площадка, на которой было кайфово делиться, что-то рассказывать, там, ну, мнения потом могли меняться, да, но там реально была площадка, где не было, кстати, рекламы никакой, никакого продвижения, никакого нарциссизма, то есть это была такая прям... Каждый спокойно мог сказать то, что думаешь. Или неспокойно, была конференция, чтобы можно было пойти поругаться. Да, это верно. Спасибо большое. Ну, отлично, да. Много информации выкладываю. Сейчас в последнее время как-то с Фейсбуком перестал дружить, не знаю почему. Много информации в Инстаграме, если кто-то из коллег хочет видеть от меня информацию, эндокактус, да, на... Подписывайтесь. Подписывайтесь, да. Все, спасибо, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok